Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я решил показать, как я оклеиваю дисплей телефона защитным стеклом. У меня предыдущее стекло лопнуло, точнее я уронил на одну из тела покатушек и стекло потрескалось, зато защитило дисплей телефона. Для того, чтобы оклеить, в первую очередь нам нужно защитное стекло. У меня два одинаковых. Одни буду клеить, а второе запасное. Вдруг что-то пойдет не так. Сам непосредственно телефон, который будем оклеивать. Ну еще у меня вот такая вот тряпочка из микрофильпера. Покажу, что надо. Защитное стекло. Оно защищено с двух сторон, хотя нет. Сэкономили китайцы. Сперва надо снять старое стекло. Если мы посмотрим, то увидим, что вот у меня здесь, сюда вот упал телефон, дисплеем вниз, на камешек какой-то острый и пошла трещинка. Но это, конечно, не сильно страшно. Многие и сильнее разбивали, но чисто эстетически мне это уже не нравится. Телефон я отключу на всякий случай. Сейчас выключу. Так, в комплекте идет две салфетки. В комплекте со стеклами. Это обычно всегда так. Первая салфетка влажная, вторая чистящая. Начинаем с первой. Тем более они пронумерованы. Один и два. Пронумерованы они не зря. А, нет. Что, какие салфетки? Сперва надо снять старое стекло. Старое стекло снимается. Ух ты, сразу пошло. Начало трескаться. Так, его еще не просто так снять. Хорошо приклеено. Проходил я с этим стеклом, ну, где-то чуть меньше года. Опа. Вот такое стекло. Одноразовое оно, по сути. Потому что, если мы его сняли, оно обязательно подпрыскается и назад уже не оденется. У меня есть запасы. Сперва я обычной тряпочкой из микрофибры, не в той, в которой в комплекте, а своей собственной, хорошенечко протираю дисплей. Самое главное, чтобы сюда не попадала пыль. Так, ну, так, тут предыдущее стекло было наклеено и по его периметру уже, как бы, некоторое количество грязи, оно тут осталось. Поэтому его я убираю. Некоторые, кстати, советуют наклейку стекол выполнять в ванной комнате. Включить душ, для того, чтобы повысилась влажность и для того, чтобы вся пыль в это время осела от воды. Я этого и делаю. Вот. Ух ты. Это вообще влажная салфетка. Ну-ка. Запах такой приятный. Не спиртиком, но каким-то чистящим средством, не дать, пахнет. Так. Я тут делаю, а вам, оказывается, не видно. Сейчас немножечко опущу и немножечко приближу. Так. Прошу сразу извинения, чтобы сперва не так показывал. Вот. Так. Ну, видим здесь какая-то жидкость. Она стекло очищает, предотвращает прилипание пыли. Тряпочку. Всё. Протёрли дисплей телефона. И теперь открываем вторую салфетку. Написано Dry. Это вторая салфетка, которая вычищает. Так. Аккуратненько смотрим. Всё. Смотрим на дисплей сбоку. Видим, что никакой пыли на дисплее нет. Смотрим по сторонам, пыль не летает. Так. Вот здесь мы... Да. Блин. Да. Ну, это да. Это займёт некоторое время, чтобы убрать все волосинки, ворсинки и так далее. Всё. Телефон чистый. Вам видно, да? Ну, и теперь берём стекло. Аккуратно пальцами уже не касаемся. Здесь вот есть наклеечка. На ней написано. На ней написано. Отлить её перед нанесением... Ну, наклейкой. Естественно, я это и делаю. Сейчас, наоборот, теперь отдалю, чтобы видно было, что я делаю. Так-так-так-так-так-так. Убрал. И... Ещё раз проверяем телефон. Так, в любом живом помещении всегда есть пыль. От неё никуда не деться. Это какие-то частицы, волоски и так далее. Так, ещё раз протёр. Стекло готово. Так. И приклеиваю. Ориентируюсь по кнопочке. По кнопочке. Так. Чем мне нравится стекло по сравнению с плёнкой, чем лучше стекло. Потому что его стоит только положить. И оно само. Бац! И начинает приклеиваться. И опять же, всё. Стекло положили ровно. И теперь... И теперь... Опять же, салфеточкой разгладили. И как видим, что всё приклеено хорошо. Ну, в районе кнопок, конечно, немножко прилегает. Чуть хуже. По краям. Ну, к счастью, у меня телефон не вот этот вот 2D с изогнутым дисплеем, который ещё надо дополнительно как-то извращаться. Необычный телефон. Вот. Всё. Как видим, идеально наклеенная плёночка. По краям она ещё немножко отстаёт. Но со временем она тоже прилегает. Нигде нет никакой пыли. Нигде нет никаких... Куциков, волосков и так далее. Наклей был, как видим, просто дома в жилом помещении. Никуда не сдавал. Ни в какой сервис-центр по наклейке и так далее. И вторая запасная плёнка, к счастью, не пригодилась. Первая легла как надо. Но, тем не менее, это вторая кнопочка. Плёночка у меня будет теперь как запасная лежать. Я думаю, что всякое может случиться. Кушать она не просит. Когда-нибудь и пригодится. Вот. Ну, в общем, вот такая вот оклеечка. Ставим обязательно лайки тем, кому понравилось это видео. И тем, кому оно действительно было полезным. Спасибо всем за внимание. Обязательно подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok